Дамы и господа, Новосибирский открытый университет вас приветствовать всех на нашем дискуссионном формате собраний, которое посвящено сегодня вопросам разума и веры, если максимально обобщать тематику, о которой будем говорить. Вообще, как вы видите, по этим плакатам, которые стоят вдоль стен, мы продолжаем обсуждение темы репрессий, темы отношения государства, общества, церкви. Несколько дней назад у нас состоялась дискуссия в Новосибирской областной библиотеке, но посвященная конкретно вот такому репрессивному формату сталинского государства в отношении как к церкви православной, так и к обществу. Ну, плаката любезно предоставлена нам Кемеровской епархией и с ее подословения. И сегодня мы будем уже говорить не о каких-то репрессивных моментах истории церковной и общественной, скорее, наша задача – это попробовать поразмышлять, подискутировать на тему, возможно ли некое гармоничное сосуществование светского или, можно сказать, секулярного и религиозного типа мировоззрения. У нас сегодня представлены эксперты самых разных областей общественных наук – это право, история, философия, психология, журналистика, публицистика. Ну и немножко припоздают, но позже, я надеюсь, все-таки непременно появятся представители Русской православной церкви, по крайней мере, по нашим сообщениям, как бы там, человек попал в пробку, но попозже он будет. Наша цель – не прийти к какому-то определенному однозначному результату, это и невозможно. Наша цель – разбудить наше мышление, наше сознание, как мне нравится говорить, усложнить картину нашего мира. Ну и чем более какие-то полярные будут позиции высказываться по поводу светского, мирского и священного, церковного, ну тем, возможно, более объемным будет для нас с вами сам предмет. Для начала предоставим слово представителям психологии, как науке, которая наиболее близко, наверное, подходит, наиболее прямое имеет отношение к теме духа, души, духовных и душевных ценностей. Андрей Гронский, психотерапевт, кандидат в медицинских наук, психолог, вам слово. То есть, сразу, если семья. Ну, к сожалению, пока вот у нас представители Русской православной церкви не подошли по этому как-то. Ну, наверное, без микрофона слышно? Аудитория? Да. Так, ну вроде работает. Работает. Поближе. Поближе. То есть, я думаю, что вот в рамках дискуссии было бы интересно обсудить действительно различия между так называемым цикулярным и религиозным сознанием. Ну, есть как бы разные способы определения, что такое религиозная вера. То есть, одно из определений, что религиозная вера, она основывается на опыте, на непосредственно мистическом опыте. Другая трактовка – это то, что вера – это вера в определенные догматы. Ну, и также любопытно посмотреть, а в чем, собственно, как бы разница между религиозной верой. Мы, по большому счету, многие вещи не принимаем на веру, поскольку у нас нет достаточных фактов для того, чтобы точно знать, как устраивать мир. И другая тема, которая мне кажется любопытной – это вот посмотреть отношение религиозной веры и такого феномена, как фанатизм. – Что к чему? Ты скажи, совместимы, несовместимы? – Мужчина, позвольте, мы сами будем проводить дискуссию без вашего участия. – Нет. Я не записываю, но как это уже участие. – Только молча. – Я ничего не записываю. – Ну, на мой взгляд, мирская достоверность и религиозное чувство – это вещи вполне совместимы, здесь нет какого-то такого радикального противоречия между ними. Потому что, действительно, это некие области, которые, хотя соперикасаются, это как бы разные измерения нашей жизни. То есть, есть мирская жизнь, где мы, собственно, опираемся на какие-то научные факты, на мирскую достоверность, то, что принято правильно. И есть область религиозного, которого, где, собственно, человек, он опирается на некий духовный опыт. Ну, это моя такая субъективная точка зрения, что здесь может быть такое некое преувеличение, что, скажем, религиозное миросозерцание немного тесняет мирское, и, наоборот, что, если мы, скажем, опираемся на науку, то тогда как будто отрицает религиозное миросприятие. Ну, там, скажем, самый банальный такой пример, что многие выдающиеся ученые, они, собственно, были верующими. Но аркаистов, наверное, не так много, по большому счету, можно найти из многих ученых, которых мы знаем в истории. И, ну, в их сознании, получается, вот эти два феномена, они вполне так вот благополучно уживаются. Ну, я думаю, что если начали как бы с психологов, передам слово Ане Павловец. Здравствуйте, коллеги. Когда меня пригласили на эту дискуссию, было некоторое смутение внутри, конечно, и вопросы религии, они, конечно, всех трогают и задевают. Наверное, я могу немножечко поделиться своим личным опытом. Я юнгианский ориентированный психоаналитик, и, как некоторым может быть известно, Кайл Густав Йонг, он очень много уделял внимание и исследованию как раз религиозным писаниям, религиям разных народов, искал что-то общее в них. И я еще и практикующая психолог, и когда люди приходят в кабинет к психологу, в частности ко мне, то есть немножечко сталкиваешься с тем, что есть такой сознательный уровень религии, да, это может быть православие, мусульманство или еще какие-то другие религии, но есть еще и бессознательный уровень, пласт религии. И он очень такой сложный и очень неоднозначный, да, и здесь нужно разбираться в тонкостях различных. Поэтому, как мне кажется, если человек внутренне культурный, то есть у него есть определенный уровень культуры, то он, наверное, не позволит себе какие-то жесткие высказывания в адрес другой религии или в адрес даже своей религии. И он найдет внутри себя вот этот компромисс, который позволит ему существовать мирно в той официальной религии, которая существует, наверное, в стране, в которой он является принадлежностью. поэтому, если вопрос звучит о том, могут ли существовать, то, мне кажется, например, это может быть, да. Но когда мы начинаем говорить о каких-то тонкостях, то здесь уже, наверное, нужно именно задавать вопросы и разбираться в тонкостях. Дамы и господа, я как представитель такого философско-антропологического управления, я бы предложил для вашего обсуждения такой тезис, вернее не тезис, а мое наблюдение. Когда я вижу людей, ну, в принципе, ведущих светский образ жизни, но обратившихся к религии, то замечаю такое явление, как постепенное замедление, снижение как бы уровня их самостоятельной интеллектуальной жизни. Человек получает от своей веры какие-то готовые ответы на наиболее тревожные для него вопросы. И этими ответами, в принципе, довольствуются. Хотя, в принципе, развитие, эволюция и человека, и общества состоит в том, чтобы постоянно иметь перед собой некие тревожные вопросы и самостоятельно пытаться найти для них ответ. Тот или иной. Когда же ответ дается в готовом виде, в готовом формате, то здесь я наблюдаю, в принципе, глядя на своих знакомых в том числе действительно приостановку развития как бы и, ну, такое замораживание в каком-то одном догматическом ключе, который, ну, человека удовлетворяет. Ну, это мои, безусловно, персональные наблюдения. Возможно, у вас есть и другой опыт общения с людьми верующими. И, в принципе, то, что касается вот моего как философа отношения к человеку, принявшему ту или иную религию, поверившего в те или иные духовные ценности и догматы, то, в принципе, вот такая вера, она, ну, удовлетворяет экзистенциальной такой бытийной нужде в том, чтобы получить некое внутреннее успокоение, внутреннюю гармонию. Но, как мы знаем из истории развития науки, философии, искусства и вообще из истории развития человеческой мысли, именно какие-то дисгармоничные, тревожные вещи и стимулируют нас к тому, чтобы искать ответы там, где до сих пор ответов напрямую не было. В этом плане я бы вспомнил такую известную достаточно фразу из Гёте. Звучит она примерно так в русском переводе. «Тот, у кого есть искусство или наука, тот не нуждается в религии. Тот, у кого нет искусства и науки, у того пусть будет религия». Ну, мне кажется, вот этот цитат, она как раз говорит о том, что религиозная вера – это некий заменитель, вот такого самостоятельного, свободного мышления, развития. Но, если человек действительно не испытывает склонности к такой свободе и самостоятельности, то, да, безусловно, религия для него будет необходимой платформой, дающей гармонию, стабильность и, в общем-то, какие-то ценностные ориентиры. Ну, как-то так, вот, со стороны философов. Но вы же антрополог сейчас, да? То есть вы же рассматриваете популяцию в целом. Простите, позвольте… У меня вопрос. Позвольте вопросы чуть похожи. Господа эксперты, у кого есть желание продолжить? – Антропологический тренд. – У всех. – Дмитрий. – У всех. – Давайте, наверное. – Давайте так. – Я? – Да. – И подам. – Давайте, кстати, стоять. – Жди. – Меня зовут иеромонах Платон. Я кандидат в лошадских наук. – Что ты говоришь? – Мужчина. – Либо выйдите, либо не мешайте. – Не мешайте. – Значит, по поводу… Я, может, поэт, там, взял тропку, взял микрофон, потому что философский был вопрос, да? Ну, вопрос сложный, вообще говоря. Бывает вообще в жизни всякое. То есть то, что ваш первый тезис о том, что люди бывают, как, удовлетворяются какими-то готовыми, значит, истинными, ну, это бывает не только в религии. Это бывает вообще-то везде. Это зависит больше от самого человека, а не от религии. И переносить, как бы, ответственность на религию в данном случае, мне кажется, ну, некорректно. Потому что раз-то есть случаи, если почитать житие любого святого, ну, к примеру, просто взять, да, то, естественно, там найдете вы все – и поиски, и терзания, и искания, и ответы, и открытия, которые каждый делает. Естественно, что, ну, я не хочу сказать за все религии, касается христианства, то это известный тезис, что христианство – это не религия для всех, это религия для каждого. То есть это предельно антропоцентричное, так сказать, ну, в хорошем смысле этого слова, так сказать, не в смысле эгоизма, а в смысле внимания к человеку, сама суть, само воплощение Христа, если что иное, как в очеловечении Бога, так сказать, и это центральный момент, вообще, так сказать, всей основы, так сказать, христианства и самая главная идея – это идея спасения человека. По поводу развития, я хочу просто сказать такой тезис, немножко, как бы, контур, ну, не нужно абсолютизировать развитие. Если вы развитие ставите как главную ценность, то это очень большой вопрос, на самом деле, так сказать. Ну, по крайней мере, в русской традиции есть альтернативные два понятия. Есть понятие развития, есть понятие преображения, вот, и в этом смысле, так сказать, развитие для нас не является абсолютной ценностью, ни в историческом плане, ни в индивидуальном, как бы, так сказать, разрезе, так сказать. Ну, а куда развиваться-то, и какой смысл вообще развития? Вот именно. Если вы ставите, что развитие само по себе, ну, это да, на Западе это возникла идея с 17 века, там, с развитием, скажем, науке, там, после постсхоластический период возникает, там, идея прогресса, как такая, доминирующая идея. Ну, это, мне кажется, одна из ловушек вообще западной цивилизации. Ну, не западная. Вопрос есть. Ну, понятно. Проблема есть. Вот, поэтому, я бы сказал, цель, понимаете, задача в чем? Для человека верующего важно преображение души, а не развитие. Динамика. Человек не самосовершенствуется в религии. Он преображается. Причем силами не только принадлежащие его собственной, как бы, личности, а силами еще иными. Вот в этом вся штука. Чем отличается, если философия и все науки связаны с развитием только имманентных сил, скажем, для которых человеку, ну, или общество в целом, если бывает, коллективные субъекты. Здесь привлекает совершенно много сил. И в этом преимущество гастрелигии по сравнению с политическими формами, так сказать, и общественной жизни, развития, и индивидуальной жизни, так сказать. Ну, я просто не хочу занимать время, но это здесь, наверное, понятие, допустим, ответ. Я на этом, наверное, пока, так сказать, закончу, ну, может быть, кто-то еще что-то сможет. У меня просьба к ведущему, все-таки, вот пока делают эксперты, я тоже могу дискутировать и не меньше у вас. Мы все здесь собрались люди, уважайте оставшуюся аудиторию. Если каждый начнет приговорить, как вы, здесь мы не услышали одного человека. Да, мужчины, побежайте, пожалуйста. Поэтому просьба. Уважайте вас. Здесь собралось много людей, способно дискутировать. Думы и господа, я сейчас предлагаю, вот, ну, прозвучало несколько позиций. Предлагаю вам либо задать какие-то вопросы к экспертам, либо высказать свое суждение, ну, на текущие, проблемные, довольно… Вам был вообще вопрос… Вопрос… Преображение и развитие, ну, это достаточно, как бы, такая большая тема, так сказать, односложно здесь, наверное, трудно будет ответить. То есть преображение… Я уже ответил, в общем-то говоря, это изменение, изменение души человека, так сказать, его внутреннего мира, его интеллектуального, так сказать, как бы… Но преображение отличается… Развитие, оно связано только с раскрытием имманентно присущих человеку сил. То есть то, что уже есть, оно развивается, раскрывается, доходит до такого совершенства. Это вообще идея, как бы, так сказать, научная, и прогресс на этом строится. А преображение – это означает изменение не только за счет внутреннего присущих человеку сил, а за счет приобщения к иному. То есть, понятно, за счет, так сказать, того… Ну, благодати, грубо говоря. А изменение может быть позитивным? В этом отличие преображения от развития. А развитие может быть позитивным? Может, конечно. И то, и другое может быть позитивным, конечно. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, либо ваши соображения. Можно я прискажу соображения? Да. То есть, мы, собственно, заявляли тему, ее, наверное, целенаправленно сделали несколько провокационной. То есть, вопрос можно рассматривать как в антропологическом плане, так и в плане социальном. Вот. То есть, любой человек существует в реальном мире, в окружающей действительности. Вот. И когда человек, конкретный верующий, неверующий с религиозным, психулярным сознанием живет и общается с себе подобными людьми, для него зачастую вопрос самоидентификации, он лежит и в социальном русле. То есть, получается, возникает, я немножко как бы полемизируя с тезисом, который отец Платон предложил. Вот. То есть, вопрос о развитии в современном обществе, которое именно вот таким вот образом выглядит, как мы это привыкли воспринимать. Хорошо, если привыкли в полной мере воспринимать все его особенности. Вот. То вопрос о развитии, он, в общем-то, не последнее дело. То есть, само по себе развитие человеческим обществом воспринимается как не последнее дело. В том числе, на самом деле, если мы посмотрим историю трансформации христианства средневекового, то есть, тот же самый протестантизм, который, на мой взгляд, это очень мощное движение упрощения существовавших на тот момент теологических взглядов. Вот. Даже нет. Просто теологических систем. В принципе, ради приведения всего мировоззрения, а на тот момент, это 16 век, все-таки надо иметь в виду, что все мировоззрение любого человека, любого европейца, было в очень значительной степени религиозно. То есть, это способ решить огромное количество вопросов, упростив систему мировоззрения. Вот. То есть, с этой точки зрения протестантизм был крайне эффективен. Можно вспомнить, с точки зрения развития просто-напросто экономики, технологий, каких-то общественных институтов, вертикальных лифтов и так далее. То есть, достаточно вспомнить, да, то есть, трактовку Вебером этого, то есть, протестантская этика и дух капитализма. С другой стороны... Демократизация. Ну, демократизация, не демократизация, это гораздо более сложный вопрос, потому что буританские... Вопрос, то есть? Нет. То есть, ну, вопрос, была ли демократизация в Женевской Конституции, да? То есть, на самом деле, когда они за несколько лет сожгли людей во много раз больше, чем святая инквизиция на гораздо более обширной территории. А вы про прогрессы? Здесь-то вопрос другой. Вот. То есть, протестантизм, вот он, соответствующим образом, упростил картину. Но процесс развития помог вывести то же самое общество на другой уровень понимания, на другой уровень научного понимания. В том числе и, возможно, на тот уровень, когда можно было определить понятие преображения человека уже в тех терминов, в которых мы привыкли это обсуждать сейчас. То есть, вопрос, способен ли человек понять, вот, или нужно ему, или понимание вообще, в принципе, того, что он преображается или не преображается, вот, как бы, на том уровне. В общем, научный прогресс и понимание человека... Мужчина, давайте без комментариев больше. Спасибо. Это, по крайней мере, очень невежливо. Не, ну просто, в конце концов можно помолчать. Либо выйти, либо уважать аудиторию. Да, лучше бы выйти. Лучше бы выше, конечно, да. Это правда. То есть, я хотел бы просто-напросто вот скорректировать вообще сферу обсуждения, перенеся ее только из чисто антропологической сферы, вот, которую начали, собственно, психологи, да, и в сферу восприятия того, а может ли человек секулярным сознанием воспринять всю сложность мира, мироздания, системы взглядов, ценностей, идей, в том числе морали, нравственности, традиции и так далее, которые складываются не только на основании рациональных каких-то явлений, вот, или он при этом себя очень сильно ограничивает в понимании. Вот, и с другой стороны, все ли люди, которые считают себя верующими, действительно обладают характеристиками религиозного сознания действительно верующих людей, или их отношение к их вере в значительной степени сформулировано вот этим секуляризованным обществом. То есть, когда восприятие определенных ценностей идет через борьбу за эти ценности, а не путь, как сказал отец Платон, к преображению, да. Вот, то есть, вот этот вот момент, он важен, то есть, пытаться установить здесь власть, нравящейся тебе систему взглядов, которые ты считаешь своим религиозным созданием своей верой. Вот, или ты все-таки ищешь свой персональный путь спасению, или ты его навязываешь другим. То есть, вот эти вот вопросы, они поднимались неоднократно. На мой взгляд, они гораздо менее жесткие, чем их сейчас пытаются большинство людей поднять. Но, тем не менее, вот такие вот системы взглядов, они в любом случае существуют. Вот, то есть, ну вот, я как-то попробовал расширить проблему. Может быть, кто-то мне сможет на это ответить. Спасибо. Дамы и господа, пожалуйста, ваш вопрос к тезисе. Александр. Александр Баянов, директор ТагиИнфо. Ну, я извиняюсь, что я когда-то вмешиваюсь в эту полемику, но для меня это очень важный вопрос, потому что мне кажется, что мы должны его рассматривать с мая 68-го года. Вкус. Это очень деликатная и важная тема с точки зрения религиозного чувства и религиозной ситуации, которая сложилась в Европе и сейчас происходит в Российской Федерации. Вот. В чем конфликт мая 68-го и в чем проблема, которую видели те философы, которые, ну, на данный момент из из них только живой бендикт 16-й, пусть еще продлит Господь его дни. Значит, в тот момент, в 67-м году церкви в Европе были полны. И религиозное чувство, и религиозное сознание, и вера в Европе были более чем достаточны. Понимаете, что за, скажем, сакральными территориями даже, то есть огромное количество людей еще верило в Бога. Но в тот момент небольшая группа богословов-философов, Гуардини, Джусани, в том числе и Медикт 16-й, и Пулкадель, и пророческий каким-то образом Шальбеги, они предсказали, что это в один момент очень быстро закончился. Почему? Потому что произошла очень важная ситуация. Вера не была связана с религиозным чувством. Что это значит? Это значит, что, собственно, сам объект перестал быть значимым. То есть традиция, как опыт, перестали быть значимым для того поколения молодежи, которое в 68-м году вступило в жизнь. И более того, она была связана с какой-то супер тоталитарной историей Европы, да, которая как будто отменила историю. Историю вообще был конец истории, как по Шпенгеру, да, то есть, понимаете. Чего это все? Молчать. Чего? Просто молчать и все. Вот и все. Да. Спасибо. Вот. Это всегда к тому, о чем я говорю, а не вы. Спасибо. Ну, слушайте. Ну, вы молчите, а! Спасибо. Как будто действительно был закат Европы, и история закончилась в 68-м году. Спасибо. Но очень странный призыв для церкви, для всей вселенской церкви был в этом году, да. То есть тот лозунг, который выдвинули французские студенты, он был очень интересен. Присутствие, только присутствие. Что это значит, да? Что Христос больше не имел значения в этом обществе. Он не присутствовал. Евхаристия не значила ничего. Это был просто обряд, который практически протестантский, да, то есть существовал как образ, да. То есть в нем не было истории, в нем не было традиции, в нем не было опыта церкви, да. То есть церковь утратила, и протестантская, и православная, и католическая, утратила свою идентичность. В 68-м году это была катастрофа для всей христианской церкви, да. То есть то, что мы сейчас проживаем в России, это постфактум страшная катастрофа, которая идет сейчас к нам. Потому что история Христа, как сказал прекрасно, прекрасно отец Платон, да, то есть это история повседневности. История профанного. История, когда божественное входит в историю повседневного. Этого не было ни у кого, да. Даже ни у иудеев, ни у этих язычников, никогда. И вся история церкви, и вообще всей христианской церкви заключалась только в том, что именно Бог пошел в историю человека, да. То есть, значит, в историю быта. То есть ты идешь на рынок, ты понимаешь, о чем ты говоришь, да. То есть ты идешь в церковь, ты знаешь, потому что ты пошел на рынок, да. То есть, это значит, история повседневного входит в историю сакрального очень просто. Естественно, потому что иначе Бог не стал бы человеком. Вот, в 68 году стало очевидно, что повседневное не связано с сакральным. И сакральное, как всегда, победило повседневное. С чем мы сегодня имеем, в общем, дело, скажем так, и в Западной Европе, и в Восточной, и так далее. То есть сакральное, нет, я с вами не имею дело. Клирикальное, какое угодно, какое угодно бытие в нашем пространстве, да. То есть оно не имеет истории профанного, то есть истории человеческого, да. И последние богословы, скажем, 20-го века, да, то есть из них, которые живы еще, слава Богу, еще не 16-й, вот, они заметили эту странную, странное преображение, катастрофу, по большому счету. Вот. Сейчас вызов для церкви и католической, и православной заключается в том, что, если мы не признаем, что Господь есть опыт нашей жизни, то есть то, что отец Павел сказал, ну, практически, то есть с точки зрения древних, да, то есть, если он не входит в опыт нашей жизни сейчас, когда я с вами говорю, когда мы здесь, в общем, присутствуем, и так далее, да, тогда он не имеет для нас никакой ценности, к большому счету. Тогда и нет христианства. Все остальное, это, ну, просто христианская идеология, вот, которая рано или поздно, да, то есть, ну, потерпит катастрофу, как и все остальные идеологии. Спасибо. Спасибо. Еще есть ценности, но я о них не говорил. Почтенная аудитория, ваши тезисы, вопросы? Можно? Конечно. Да я так скажу. Давайте. Просто ваши, ваши два тезиса, разрыв веры и религиозного чувства. Во-первых, сразу мне это, попробуйте объяснить, покороче только, что это такое. И еще, меня удивило вот это, что конец истории. Получилось, что у Фрэнсиса Вокфукуяму 50 лет назад в ранешное закинули. Что-то мне не верится, что в 68-м году были такие настроения, как конец истории. Просто поясните. Вопрос, в чем разница между религиозным чувством и верой? Пожалуйста. Ну и Фукуяма, как вы поняли? Религиозное чувство есть высшая точка веры. Более того, разум... Пожалуйста. Продолжать. Разум есть высшая точка веры. То есть, я понимаю, что скорее сцентизм и секулярные сознания, то есть, воплотили такой некий идеал в том, что вера каким-то образом, ну, разорвана с разумом, да? Ну, я произвожу впечатление человека больного. Спасибо. Ну, я больной человек. Хорошо. В моей жизни вера не, ну, ну, неразрывно связана, то есть, связана с разумом. Правда. Почему? Потому что... Там есть психолог, может, это... Психиатр. Тем более. Спасибо. Ну, он вологан, этот человек, превращает наше собрание. Спасибо. Может, Праза его вывезет? Я могу физически самодействовать. Я тоже. Кем? Кому? А откуда этот человек? Я приказан. Не забывайте. Пойдет, будь загадкой. Хорошо. Спасибо. Божественное праведение. Фиксируй, пожалуйста. Вот и все. То есть, вера не может быть против... Ну, каким-то образом противоречит разуму, потому что разум, если он, достигая своей конечной точки развития, да, то есть, задает вопрос, а что за, ну, за этой историей, скажем так? То есть, то, что нам, ну, каким-то образом противоречит. И мы вступаем в область веры. А вера становится разумом, потому что мы начинаем верить в то, что мы верим в себя. Человека. Ведь на самом деле, ренессанс и все остальные, ну, до просвещения, да, то есть, вопрос человека, который поставила вера перед человеком, да, то есть, заключается в том, что человек конечен или нет. А если Бог стал человеком, и тогда мы вспоминаем великого, Афанасия Великого, его высказывание страшное, действительно страшное, и оно, это провокация для современного мира, да, то есть, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. То есть, эпоха просвещения чуть забыла эту историю, она убрала первую, первую часть Великого Отца Церкви, да, то есть, и, ну, человек стал Богом, да, но и при этом церковь терпимая и православная, и католическая, она готова воспринять человека Богом, да, то есть, но восполнить этот разум таким образом, что и Бог стал человеком, но, извините, если Бог стал человеком, спрашивает церковь, а для чего, если он Бог стал человеком, как Бог может стать человеком, то есть, то, что мы воспринимаем как вселенский разум, как... В общем, так, если Бог стал человеком, ну, зачем тогда человеку стать Богом? Спасибо. Хотелось бы услышать точку зрения правоведа на вопросы, которые мы поднимаем. Ну, я, вот, с точки зрения, конечно, социальный... Геннадий Шашабаров адвокат. То есть, сама постановка вопроса, все-таки, как вот Дмитрий сказал, она немножко такая провокационная, то есть, некое противопоставление светского и религиозного мышления. Я все-таки хотел бы вот немножко обратиться к тому, что, значит, и то, и другое мышление – это продукт все-таки общественного взаимодействия. То есть, вне всякого сомнения, с этим, я думаю, никто спорить не будет. Значит, следующий момент. Значит, коль скоро есть общественное взаимодействие, общественные отношения, то они определенным способом регулируются. Существует определенный набор регуляторов. И, вне всякого сомнения, религия является одним из общественных регуляторов. Я с правовой точки зрения говорю еще раз. Значит, я могу высказать такой тезис, что наиболее распространенным регулятором на сегодняшний день является право, безусловно. Но мы должны прийти к пониманию, к осознанию того, что право не в состоянии регулировать сложнейшие общественные отношения. Почему они стали законом? Значит, если они есть. Следующий момент. Что касается все-таки того, почему у нас вообще сейчас, может быть, наиболее остро стоит вот этот вопрос. Так или иначе возникают вопросы по поводу взаимодействия церкви, так сказать, ну, будем говорить, атеистов и людей религиозных. Почему они возникают? Ну, вот здесь, значит, безусловно, есть и явления, так сказать, будем говорить, какие-то мирового масштаба, но есть чисто российские, так сказать, да, события. То есть мы достаточно долгое время жили в условиях атеистического государства. То есть религия существовала, но она существовала, как бы так, тихонечко, так сказать, сама по себе в отведенных местах, да. Я уже не говорю о репрессиях здесь, те, которые упоминались. Я говорю вот о советской времени, то есть даже если взять Новосибирск, у нас здесь практически храмов для служения раз-два по пальцам можно было, так сказать, перечесть. Да, два, фактически. И, собственно говоря, верующих мы видели только тогда, когда, ну, собственно говоря, даже раз в год на Пасху, тогда, когда, так сказать, собирались на ночную молитву, когда люди выходили на улицы. Остальное время, в принципе, мы верующих не видели, они не доставляли атеистам никакой, так сказать, сложности. И все-таки надо признать, что свобода совести – это, ну, будем говорить, одно из демократических завоеваний, так сказать. И с этой точки зрения, значит, надо понимать, что сейчас вот то развитие религии, которое идет, оно соответствует и духу времени, и тем вот положениям, которые, значит, были внесены в Конституцию 93-го года. Значит, то, что касается регуляторов, вот, к сожалению, это история России, я уже неоднократно на этот счет высказывался, значит, я уже не говорю о правовых регуляторах, у нас нет стабильной постоянной системы права, да, то есть, значит, до 17-го года у нас худо-бедно формировалась европейская правовая модель, в 17-м году ее выбросили на свалку истории, к 90-му году мы сформировали какую-то свою уже советскую правовую систему, в 90-м году выбросили. А что касается других регуляторов, да, вот религия практически 70 лет, она, значит, как, так сказать, регулятор общественных отношений, ну, практически в нашем обществе не присутствовала, да. Значит, остальные регуляторы тоже разрушены, поэтому, вот, для меня, как юриста, сегодня, так сказать, необходимость этого, я думаю, что не только для меня, вот, как бы, есть точка зрения, что сегодня государство заигрывает церковью, так сказать, вот, притягивает его к себе, ее к себе. Я не думаю, что это так, я не думаю, что это так, поскольку это достаточно серьезный регулятор общественных отношений. Вот нравится это кому-то или не нравится. Значит, его в законы вывести. Значит, теперь, что касается того, что, ведь, церковь это не только регулятор, но это сложнейший институт со своими обычаями, традициями и так дальше, которые тоже во многом были утрачены в результате, вот, и репрессии в результате этих лет. Поэтому, я думаю, что здесь есть тоже проблема, и это проблема, так сказать, уже самой церкви. Как это решать, конечно? Решать точно так же, как нам предстоит решать вопрос восстановления всех регуляторов. Вот, я четко пришел к пониманию того, что государственное регулирование, какое бы оно ни было, значит, первое, при отсутствии, даже вот сама по себе постановка вопроса, государственное регулирование при отсутствии остальных регуляторов, которые либо разрушены, либо, так сказать, оно уже не может быть эффективным, потому что в основе государственного регулирования оно будет тогда нормальным, полноценным, эффективным, когда будет совокупность других регуляторов, так сказать. У нас, к сожалению, это беда России, они во многом утрачены, во многом разрушены и так дальше. И, наверное, как это сделать, как из этого выйти? Первое, конечно, надо понять, что мы вот утратили эти регуляторы, и нам надо идти постепенно восстанавливать, раз. А во-вторых, нужно только время, другого ничего не будет. А вот механизмы все-таки будут. Спасибо большое. Просьба не закрывать людей, я снимаю тоже на видео. Пожалуйста. Просьба не закрывать людей. Ну, а в русском ареуме отцу его отруже. Пример, который, значит, настоящий священный служитель, матюшка, да, как он обращается к убежденному атеисту, он считает его блуждающим в темноте, и несколько неполноценным, и несколько неправильным, или он считает его человеком в полном смысле слова? Ну, конечно, в полном смысле слова. Потому что каждый человек, если образ Божий, так сказать, это первое, с чего нужно всегда начинать понимание. Причем для человека любой религии, так сказать, или любых убеждений, это никак не относится к его природе. Природа создана Богом человеческая, поэтому прежде всего христианство не существует без любви к ближнему. То есть, любое к ближнему основывается на том, что любой человек есть образ Божий. Я, вот, последняя в вашей фразе, да? Аналоговый или цифровой? Значит, то, что касается отношения, ну, конечно, какое? Отношение тоже может быть разное. То есть, мы не можем сказать, что вся церковь как-то относится вот к атеистам, да? Ну, наверное, самое, наверное, распространенное чувство, это чувство, ну, как сказать? Это чувство. Ну, и чувство, и некоторая такая мысль еще здесь, что, ну, жалко. Вот как-то вот жалко, да? То есть, нисхождение. Оно как бы унижает. Ну, это в случае, когда атеисты, они не агрессивны. Ну, естественно, были времена, когда атеисты были агрессивные, тут какая жалость. То есть, приходилось просто терпеть от них, так сказать, догонения и шли на смерть. Как заблудшего? Ну, это одна из форм. Вообще-то редкий случай, на самом деле. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, атеистов убежденных очень мало. То есть, это буквально процент или, может быть, два вообще. Основная масса людей, они просто имеют определенную степень индифферентности. Ну, скажем так, ну, что-то есть там. Ну, они не вникают, собственно, в эти дела, так сказать. Ну, атеист, который вот просто убежден, ну, это человек религиозный. То есть, атеизм – это крайняя форма фанатичной религии, на мой взгляд. Потому что намного труднее верить в то, что Бога нет, чем Он есть. Ну, понятно, что, ну, постологически, да, потому что для того, чтобы доказать, что Бог есть, нужен просто один факт, ну, который для тебя будет очевидным, так сказать. А если вы доказываете, что Бога нет, нужно доказать всю совокупность возможных фактов, которые, так сказать, которые неосуществимы, так сказать, да. То есть, это очень сложно, так сказать. Поэтому атеиста очень мало. Ну, как, как всем несчастным? Вообще, все мы несчастные, всех жалко. И верующих, потому что все гибнут. Если что, наш враг-то грех, а в этом вся суть, так сказать. Нет гарантии, что человек в церкви, он уже спасается. Поэтому всех жалко, атеистов больше всех, потому что они еще лишают себя возможности осознать свой грех. И, так сказать, как-то пойти на путь спасения. Ну, вот как-то так. Спасибо большое. А можно я тогда? Да, пожалуйста. Да. Все-таки основное противоречие между секулярным миром и верой, как до сих пор не развиваю, это социальная оппозиция церкви. Вот человек несчастен, значит, так Бог левил. Вот, скажем, не надо контролировать науку, потому что Бог никогда не позволит, чтобы мир был уничтожен. Вот такие утверждения. Потом, если человек не вписался в рынок, ну и пусть с ним помрет, он, наверное, хитрит чего-то. То есть, вот это вот, как бы, жесткое столкновение между современной рыночной позицией по отношению к смерти человека. Ну, в Донбассе, ну, померли там 9 тысяч человек. Ну, для общего вот этого прогресса, это, в общем-то, в сумме плюс. Это общее мнение 99% населения земного сараста. Померли 9 тысяч... Осталось 1% пациентов, которые не входят сюда. Да, это общая вера. И вот это вот, как бы, основное, очень русовское столкновение сейчас между секулярными и грозными людьми. Спасибо. Ну, это скорее вопрос, это скорее тезис, да? Отношение к страданиям, скажем так. Да, отношение к страданиям, отношение к жизни человеческой. Ну, это проблема теобиции, очень традиционная. То есть, для секулярного мира, априори, ничего не смущено. Ничего. Рано, не поздно, доказательно могут быть. Доказательная база есть огромная. Спасибо. Кирилл, пожалуйста. Я так чувствую, пора выступить от лица 1% от истов. Да, это было. Секулярное мышление, это просто нечто белое, пушистое и замечательное. Секулярное мышление никого не дрызет. В лучшем случае, когда ему говорят, а где же у тебя, где же в твоей картине мира Бог, секулярное мышление отвечает. Эта гипотеза для моей картины мира не актуальна. А вот религиозное мышление в разных своих формах, в разных формах догматизма, устраивает постоянно вот такие мероприятия. Когда догматики, которые назывались воинствующими атеистами, к атеизму не имеющие никакого отношения, потому что у них абсолютно такое же догматическое мышление, как и у их в жертвах. Нет, ну ты же пришел. Я сейчас. Еще буквально жалко. Пока наши представители догматического, религиозного, мифологического, иррационального и прочего мышления находятся в меньшинстве, они могут себе позволить вот такую вот позицию ко мне несчастным. Правда, они же меня сразу ограничили каким-то одним процентом. Я уже засомневался. Сомневали больше, короче. Спасибо, успокоили. Вот нас уже 2%. Но как только дайте им вилы в руки, неважно, коммунисты они, воинствующие атеисты, церковники разных мастей, то вот тут же они меня начнут любить настолько активно, что, скажем так, со стороны это будет выглядеть в лучшем случае как сексуальное извращение. Вы себе истите. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ну, здесь мы вступаем, в общем, в большую плоскость абсолютной свободы, в которой человек действительно свободен антропологически, антологически, и сам Господь Бог, как говорят древние отцы, вот так он встает перед человеком на колени, перед его свободой. Это страшная, это страшная, интересная история, потому что перед боплем Христа, а 21-й Псалом, да, то есть 21-й Псалом, это Псалом Давида, он никак не согласуется с Евангелием, абсолютно, абсолютно. вот 21-й Псалом Давида, ну и 20-й какой-то, то есть разные, согласуется с этим боплем Христа, «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» Да, то есть это странно, это очень странная история, на самом деле, очень странно, просто нужно посмотреть внимательно, почему Псалом Давида, 20-21-й согласуется, каким-то образом, с куплем Христа, и потом его история, Псалма, каким-то образом развивается, и в истории еврейского народа, и в истории Христа, это странная история, но как минимум 100-200 лет между ними, да, не надо, ну, пожалуйста, не доверяйте, ну, и работа. Вот, я хотел бы вернуться к тому спракостановению, которое вы отметили, сакрального, человеческого, то есть простых вещей, секулярного или религиозного, да, то есть никогда, по-настоящему религиозный человек не отвергает секулярное, никогда. Это пространство миссии, то есть, собственно, отец Платон, он здесь, то есть, с точки зрения своего призвания, он здесь, вот, и мы здесь, потому что это пространство миссии. Что значит? Не потому, чтобы кого-то обратить во что-то, то есть, а потому, чтобы быть здесь, как свидетелей того, что с нами что-то произошло, трансфегурационы, преображения, вот и все. Больше нет никакой другой истории для христианина. То есть, он здесь только потому, что с ним что-то произошло. Если со мной что-то не произошло, ну, я не христианин, понимаете? И тогда свидетельствовать не о чем. И говорить какие-то идеологические моменты, кликальные, если что, да, и повторять какую-то чушь, и, в общем, любить Христа вне истории своей с ним, это все ерунда. Так я об этом и не мечтал. Вот и все. Сегодня вы здесь. И слава Богу, что вы с нами. Аминь. Спасибо. Представитель истории, пожалуйста. Ну, я сейчас не как историк, у меня буквально два замечания. То есть, вопрос, понимаете, то есть, вот поднимали вопрос о вере, а вера, она бывает очень разная. То есть, она действительно на разных уровнях, она не только религиозная. Часто бывает фанатичная. То есть, фанатичная вера, это способ отказа от той или иной широты взгляда, на самом деле. То есть, на самом деле, проблема в том, что мы искусственно себя ограничиваем. Кто знает, вот просто чисто теоретически, кто знает, что, может быть, вот эти вот потерявшиеся какие-то системы взглядов, иного человека, который смотрит по-другому, чем мы, могут нам, в конце концов, и свою веру, или отсутствие ее, если кто-то так считает, вот, понять и осознать. А если это будет потеряно навсегда, это огромная потеря. Вот, например, лингвисты говорят, смерть одного языка, это смерть целого мира. То есть, уже именно таким образом нельзя будет этот мир описать. Но это процесс естественный при этом. Вот, оно всегда, то есть, был язык, язык исчез, исчезла система символики, система взаимоотношений между представлением человека об окружающем мире и способом его выражения. Вот, то есть, получается, это такое упрощение, которое оно, это же эволюция, вот, естественный процесс, да, все исчезать, но, тем не менее, он наносит определенный ущерб, и этот человек для себя теряет возможности. Вот, то есть, отказ от понимания иной системы взглядов, в том числе верующей, это верующего человека, неважно, то есть, это тоже своеобразная попытка себя оградить от какого-то внешнего воздействия. И вот, зачастую, проявление какого-нибудь фанатизма, вот, религиозного или атеистического, это как раз разные способы, наверное... Великий малый мышление. Да, нет, вот да, я как раз, собственно, вашу идею принимаю. Да, это так и есть. Если так подумать, то человек, который настроен, например, как агностик, вот, то есть, у него совершенно независимо от этого мышление. То есть, ну, попробуйте доказать. Вот, но это, на самом деле, вот, понимаете, это красивая, красивая теория, красивая абстракция. Проблема в том, что мы живем в реальном мире, и мы сталкиваемся с иными проявлениями. Вот, то есть, и вот у нас начинаются вот эти вот взаимодействия, что фанатичный атеист, там, или фанатичный верующий, как он мешает мне жить, вот, как он мешает мне делать то, что я собираюсь сейчас делать, нарушает мою систему, не просто мою систему ценностей, а нарушает мою жизнедеятельность в этом мире. То есть, нарушает правильность моего представления об этом. Вот это вот, на самом деле, очень серьезно. То есть, это то, что мешает... Атеист помешал в жизни? Нет, мне лично нет. Атанатичный верующий тоже не помешал. Вот, понимаете, то есть, мне с этой точки зрения легко. Поэтому меня и очень сильно удивляет, что вот вопросы, которые легко решаются нормальным взаимодействием нормальных людей с достаточным уровнем культуры, культуры уровнем достаточным для понимания хотя бы друг друга, тем не менее, эти проблемы не решаются, а выводятся на какой-то странный уровень примитивизации. Вот я не зря про упрощение теологии средневекового говорил. Вот сейчас, в мире чрезвычайно секуляризированном, ведь у нас мир, на самом деле, мы испытываем серьезнейшее испытание. Я никогда не соглашусь с описанием теми же словами, вот как сказал Александр Баянов, но я согласен, что мир находится в определенном глубоком кризисе. Правда, в каждую эпоху был свой кризис. Вот, но сейчас кризис общества массовой культуры, вот и общества потребления. Кто победитель? То есть, ну, это же уверенно. Да. Вот, то есть, на нас давит массовая культура и общество потребления. Мы не до конца способны самого себя сохранить в этом. То есть, вызовы совершенно другие по характеру. Вот, и многообразие взглядов в такой ситуации, на самом деле, определенная прививка от того, что не худшее, чем сохранение традиций, морали, нравственности и иных традиционных регуляторов, в том числе, религиозной веры. Вот, а многообразие взглядов, это тоже своеобразная защита и прививка. Вот, это очень важно. Ну, вот, я вот с таким вот абстрактным. Устроили сильный мир всего априори. Люди не верующие. Потому что они делают. Как мы можем сделать? То, что он мне не мешает жить, это очень важно. Я просто допомню то, о чем я говорил, еще одним таким маленьким тезисом. Значит, вот я вспоминаю свои 18 лет, как ездил с Абгыса сюда, на Советский юридический институт, учился. И помню, была такая сцена, когда, ну, видно, что человек достаточно глубоко религиозный, пытается объяснять какие-то истины тем, кто в автобусе сидит. И весь автобус, ну, по крайней мере, сидящий, значит, ну, просто вот с яростью, так сказать, доказывали ему, что Бога нет там и так дальше. Да, то есть это вот наше общество, да, те, кто в райкоме партии, как-то имел отношение с райкомом партии, и помнят, как, значит, проводили планерки, совещания по атеистической пропаганде. То есть это вот надо помнить, это совсем недавно было. Я к чему это говорю? Что вот у нас, в принципе, нет того, что называется общепринятым в отношениях между церковью и атеистами. И вот те вопросы, которые сейчас задаются, они как раз в основе того, что вот этого общепринятого нету, им неоткуда было взять. То есть сейчас только формируются эти отношения. Может быть, сам человек и есть основы? Еще раз говорю, люди разные, люди различаются, так сказать, по разным, так сказать, признакам, и в том числе сегодня вот та тема, которая обозначена, люди светские, так сказать, значит, и религиозные. И вот я просто хочу сказать, чтобы тоже задумались о том, что у нас нет еще опыта общения. Сегодня во многом... А закон не есть? Помолчите немножко, дайте сказать. Ну дайте сказать, а? Ты худо. Дайте сказать. Так он не является основой вообще? А вы немножко, извините своего, чтобы можно было снимать. Вы не один снимаете. Я просто хочу сказать, что... Ну вот сбивает с мысли просто. Ну вы или хам так, или специально вы это делаете. Я просто закончу мысль, хочу закончить мысль эту. Какого общения? Значит, речь идет о том, что вот мы должны это понять, что до тех пор, пока вот это общепринятое не выработается в обществе, мы так или иначе будем иметь сегодня определенное непонимание. Вот возьмите пример того, что вот, к сожалению, это тоже церковь ведь, будучи 70 лет, так сказать, условно говоря, в изгнании, в загоне, сегодня она каким-то образом, это естественно, она берет реванш. И во многом, может быть, ну не во многом, не во многом, но сегодня вот иногда приходится видеть, как священнослужители некоторые силу слова заменяют, условно говоря, на силу власти, да? Это есть, но это процесс, я думаю, естественный, это издержки, да, вот этого времени, потому что у нас нет общепринятого. Мы еще учимся взаимодействовать. Вот я бы хотел этот момент еще подчеркнуть. Спасибо. Дамы и господа, давайте еще один вопрос и потом сделаем небольшую паузу, минут на пять, решим некоторые орг-вопросы. Пожалуйста. У меня вопрос отцу Платона. Как вы можете сформулировать желательное будущее, образ будущего для России? В самых общих словах. Вы знаете, мне как-то трудно записаться, столько тем, и я теряюсь. На каждую хочется речь сказать вообще, но, видать, не судьба. Да. Много очень было мыслей высказано по поводу России. Ну, а что тут говорить? Все хорошо будет в России. Но если кратко. Я думаю, даже намного лучше, чем там за бугром. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я могу это обосновать, кстати, так сказать. Но только не в рамках, конечно, вот этой встречи. Вот. Знаете, вот, во-первых, мне бы хотелось разделить все-таки разный тип религиозности. И самый важный момент, то есть все-таки отличить западную цивилизацию с христианством западным от восточной, византийской и России в том числе. Это разные вещи. Мухи отдельно, яичницу нужно отдельно. Ну, это, так сказать, пока здесь, пока этого не было. Ну, как все люди, вроде как. Это особая история. На самом деле, так сказать, вся наша культура современная с наукой, с технологией, это есть плод вообще схоластики западной, так сказать, от 14 по 17 век. Если бы не было схоластики, не было бы современной науки, вообще говоря. Там было все подготовлено. Чего не было на Востоке. На Востоке совершенно другое. Православие никто не знает, уверяю вас. Даже близко вы не имеете понятия, что это такое. Я скажу, ну, примерно, по поводу проблемы, так сказать, понимания и прочее. Я скажу, только в восточном христианстве главной ценностью является принятие иного, инаковость, как свой другой. Во всем мире иной, значит, враг. По Ханару. Чужой. Понимаете? Практически вся цивилизация строится на принципе свой-чужой. ИГИЛ, БЕЙ, или кто-то там еще появляется, так сказать, понимаете, все строится на конфронтации. Заряд, который был в восточном христианстве дан, он, за счет него только держится цивилизация современная. Потому что культура, она сохраняется в России. Хотя утрачено было давно религии и прочее. Вот это чувство, так сказать, коллективизм советский, откуда он взялся? Это есть как вековое, вот это, так сказать, воспитание в рамках нетолератности. Толератность – это пародия, так сказать, на вот эту вот, на эту, так сказать, культуру приятия другого, любви к другому, которого я не знаю, я не знаю, кто он. Я его уже заранее, так сказать, принимаю, его бытие. Вот это и есть христианская любовь. Атеист он или кто-то еще, я не знаю, кто там, это уже детали на самом деле. Моя любовь к нему изначально по определению. Вот это и есть христианство. А мы живем как? Мы сейчас делим. Вот вы атеисты, вот вы те, вот вы все. И давайте находить общий язык. Да никогда вы общий язык не найдете, если изначально посылки. Каждый сидит в своей клетке уже, и из нее смотрит, так сказать, на другого. Никогда не найдет общество никакого. Единственный выход – это право, естественно, которое всех поставит в рамки, так сказать, и, по крайней мере, друг друга, так сказать, общество не порежет, так сказать. Государство и создало. Но дело в том, что христианство, оно не имеет земной перспективы. Это есть царство небесное. Оно имеет начало только на земле и реализуется уже там, в том, так сказать, в вечности. А здесь только лишь начало вот этой жизни, так сказать, любви. Да, здесь только начатки. Мы только начинаем это делать. А там дальше это продолжается. И поэтому, значит, вот по поводу толерантности, взаимопонимания и прочего. Вот мой ответ, понимаете, в чем дело. Отец Платон, разрешу вас. Чем это вам толерантность так не нравится? Спасибо, Отец Платон. Толерантность не нравится, но это просто… Это уже, когда совсем плохо, должно что-то делать, понимаете. Хотя бы толерантность. Но мы-то берем идеал любви. Толерантность не заменяет любовь. Ну, я бы заметил, Отец Платон, что ваш тезис о том, что православие базируется на безусловном принятии другого, да, ну, очень так интересно скоррелировал с тем, что вы довольно четко и так резко разграничиваете, разделяете православное принятие и так называемую западную толерантность. То есть это уже не безусловное принятие. У вас есть критические подходы. Одно дело принимать, другое дело рассуждать о явлениях. Понятно? Иначе мы принимаем и не рассуждаем, тогда невозможно ничего. Ни наука, ни рассуждение. Я здесь, я же не осуждаю их. Я просто рассуждаю об этом, что есть другие. Это не означает, что я их не люблю, или я хочу, чтобы они там… Так вы не умеете их, понятно? Не отрицаете реальность, да? Я не отрицаю реальность того, что, так сказать, это есть. Спасибо большое. Дамы и господа, вопросы… Да, безусловно, к вопросам мы вернемся после небольшого перерыва. Пять минут. Ты, пожалуйста, жалейте. Не надо, мы разжалеть не будем. Слава Богу! Слава Дарвину! Слава Дарвину! Прежде чем продолжим, возник ряд вопросов, которые, я думаю, надо как-то отметить. Например, вот вопрос из зала. Религия нетерпимо агрессивна? Знак вопроса. Спасибо. Терпим же. Терпим. Хорошо. Пожалуйста, еще вопросы. Да, будьте, ребята. У меня не вопрос, у меня небольшая реплика. Достаточно приземленный аргумент в пользу того, что все-таки секулярное и религиозное мировоззрение могут существовать достаточно мирно. Дело в том, что такое массовое церковление, ну массовое, по сути, не Советским Союзом, церковление, обращение последних 20 лет создало достаточно много смешанных семей, где один человек, муж или жена является верующим, и вторая половина является неверующим. И эти люди на практике каждый день решают этот вопрос, который мы здесь обсуждаем, в такой очень теоретической плоскости. И мы не слышим, на самом деле, ни о массовых каких-то разводах на религиозной почве, ни о ссорах, и так далее, и так далее. Я знаю много таких семей, которые вполне мирно уживаются, скажу, это практическая реализация, практическая ответственность. То есть ваш стезис в том, что, ну, на самом деле, на практике вы не наблюдаете конфликтов? Такие служители, межличностные отношения с ними. Спасибо. Пожалуйста, еще, да, ваш вопрос. Я хочу к уважаемым психологам. Вот они сидят, молчат. Все студенческих лет я очень уважал психологию, и одновременно она меня всегда сильно смущала. Почему? Потому что это как бы однозначно наука, да? Наука, она ищет закономерности, ищет общие, делает выводы, ну, научные первоначивания, да? Вы как бы все время умеете делать с человеком. Совершенно очевидно, да? Более того, с психикой человека. Совершенно очевидно, что психику человека нельзя рассматривать там как планеты, да, атомы и так далее. То есть к вам приходит, так или иначе, человек духовный. И вот здесь начинаются проблемы. То есть, по сути, как психолог, правильный психолог, профессиональный, вот в этом разрезе, понимаете меня, должен работать с человеком. То есть человек это уже не объект. Ну, такой очень интересный, объемный на самом деле вопрос. То есть психология на самом деле разная. То есть там есть разные школы. То есть есть школы такие более материалистически ориентированные, там, скажем, если возьмем бихимиоризм, где поведение сводится к схеме стимул-реакции. Ну, или есть там, например, классический психоанализм, про рентгенский я не говорю, то, собственно, человек, он осматривается как существо, которое обусловлено там базовыми влечениями, там, грубо говоря, либидо и мартидо, и как бы все остальные, это некоторые производные, религия, это проекция, это активные переживания. То есть Бог, это образ отца. Ну, на самом деле, несколько такой упрощенный взгляд, но это как бы не все, что в психологии есть. Там, скажем, если мы возьмем гуманистическую психологию, это школа, которая несколько позже возникла, после бихимиоризма и психоанализа, то, собственно, здесь, ну, прежде всего, человеку насматривается как субъект, то есть субъект наделен свободой. Но еще главная характеристика – это некий субъективный опыт, который мы сводим к каким-то готовым схемам, по которым мы можем разложиться. Всегда нам нужно исследовать индивидуальный мир человека, мир его переживания. Есть, например, такая парадигма, которая в начале 20-го века возникла, это инсуальная психология, ну, собственно, выросла из философии, позаимствовала аппарат понятийный из философии. Ну, и здесь схожая точка зрения, что экзистенция – это нечто сугубо субъективное, что нельзя объективизировать, разложить там на какие-то схемы, измерить с помощью приборов, что здесь важен понимающий подход, когда мы пытаемся понять торгово. То есть в пределе это невозможно сделать, но до какой-то степени мы можем представить, что переживает торговый человек. И также постулируется, ну, важность таких вещей, как свобода, ну, определенных ограничений жизни, как конечность, бессмысленность жизни. Мы пытаемся найти некий смысл жизни. Некоторые люди ищут смысл в религии, некоторые ищут смысл в какой-то светской деятельности, тоже индивидуальный выбор. То есть, например, психотерапевт, они не стараются навязать какую-то идеологию, то есть с точки зрения этики это будет неправильно. То есть, если, например, обращается религиозный человек к религиозному психологу, то тогда будет адекватно говорить о религии, если, скажем, там психолог, он не сведущий в религии, то с его точки зрения, как бы, компетентно будет направить человека к священнику, к религиозным вопросам, с ним волнует. Если не волнует, то тогда мы можем по светской парадигме с ним общаться. Ну, я хотел бы сразу по поводу сегодняшней дискуссии еще добавить, возможно, немножко раньше придется уйти. В чем я, собственно, вижу, как бы подоплеку вот этой темы. Сиркулярное мышление, религиозное мышление. То есть я думаю, что на таком на философском уровне здесь нет особой проблемы, но есть как бы разные способы познания веры. Глупо, наверное, спорить, какой способ познания лучше, с помощью срубли, с помощью зрения, с помощью осознания. То есть, как бы, религиозное чувство действительно сводится к идеологии, к догматам каким-то. Это некий опыт переживания. Как бы современная психология, она не отрицает, что существует религиозное чувство. В начале 20 века Уильям Джеймс написал целую работа многобазы религиозного опыта. Позже об этом многие психологи писали, что есть некое измерение человека, которого можно назвать духовным. И, как бы, оно равноправно со всеми другими измерениями. Ну, в чем я, собственно, вижу, как бы, такой скрытый смысл, и, как бы, я слышал в отклике, что кого-то задело секулярно-религиозное мышление тема. Кстати, вот этого мужчины тоже как-то зацепило. Ну, его нацепило уже-то. Да, уже. Ну, оно совсем зацепило, и мы никогда не отцепили. Вы просто с ним перекинулись пару слов перед началом. Сказал, что я с том, что... Ну, в чем я, как бы, вижу на самом деле подоплеку, что, собственно, противоречие не в секулярном, религиозном познании мира, а в том, что существует некое догматическое понимание неких доктрин, о чем уже говорилось, то есть были коммунистические фанатики, ну, к чему, собственно, вот посвящена эта выставка, то есть, в которой совершали репрессии, были религиозные фанатики. Ну, если так историю вспоминать, то, собственно, ни одна мировая религия, она в той или иной степени не избежала ровления фанатизма, была там своей репозиции, либо какие-то другие прецеденты, когда на основании веры притесняли, истребляли других людей. И, собственно, как бы вот эта проблема, она актуальна. И на нынешний день, ну, есть как бы действительно там вера в понимание некого религиозного опыта, а есть такое догматическое принятие неких норм. Ну, как психотерапевт, мне приходилось сталкиваться с людьми, что бывает так, что люди, обратившись в веру, они не становятся от этого лучше и терпимее, а наоборот приводят к проблемам в семье, конфликты начинаются, даже до разводов доходят. Дети потом вспоминают с ужасом своих родителей, как они воспитывали в экономных верах. Ну, и как бы это не самое такое страшное проявление, собственно, страшнее, когда религиозный догмат, так уж катаистически, они превращаются в экстремизм. Я говорю не в правом смысле, потому что там есть как бы в Главном кодексе строгоопределение экстремизма. То есть в более широком смысле экстремизм – это когда человек придерживается крайних взглядов или придерживается того, что можно совершать крайние действия для того, чтобы отстаивать свой взгляд. Ну и, собственно, там последние два года, ну, наиболее ярко, что мы с чем сталкиваемся. Когда-то советское государство притесняло религию, а сейчас как бы, ну, вот советские люди, они чувствуют вторжение людей, которые себя позиционируют как верующих, вторжение в их частную жизнь. Ну, там все помнят, целый концерт, знаменитый Мэнсен, Гемота, Кэрдор Филс, нападение на выставки в Москве. И, собственно, как бы это вот, ну, появление такого религиозного экстремизма, на мой взгляд. Не знаю, там, совпадать с Главным кодексом это. Ну, в этом случае люди, они оказались безнаказанными. В этом плане закон как бы не сорготал. И, соответственно, отсюда возникают вопросы, как, собственно, вот светские люди, они могут, например, ну, существовать с людьми, которые считают, что имеют право фанатично навязывать свои взгляды, диктовать, какие оперы смотреть, какие не смотреть, на какие концерты ходить, на какие не ходить. То есть это как бы, ну, такой, некий такой социальный ловим нашей дискуссии. Ну, и, на самом деле, любопытно, может быть, у кого-то вот есть вот из экспертов мнение по этому поводу, ну, не знаю, может быть, там, с правовой точки зрения. Ну, я вас право. Спасибо. До повода, просто, понимаете, вот то время, в которое мы живем, вот я просто скажу, есть ряд составов преступления, которые ориентированы, будем говорить, на общепринятое. То есть вот проявление явного неуважения к обществу. Вот если мы возьмем ту же статью 148-ю Главного кодекса, которые, значит, направлены на защиту прав и свобод, так сказать, верующих в том числе, вот там как раз речь идет о совершении действий, проявляющих явное неуважение к обществу. Вот это чувство. Да, ну, с целью, совершенной с целью, там, оскорбления чувств верующих, да. То есть вот у нас этот состав преступления многие восприняли как то, что вот, ну, посягательство, так сказать, пошло на атеизм и так дальше. Там ничего на самом деле нет. То есть он сформулирован в каком-то плане по такому сходному, так сказать, признаку, как оскорбление вообще, так сказать, да. То есть вот проявление явного неуважения к обществу, так сказать, и так дальше. Где-то есть общее. Но я что хочу сказать? Что вот сегодня есть некая растерянность. То есть у нас правоустановления есть, да, тогда, когда норма закона написана, есть право применения. Во многом право применения сегодня вот по таким нормам сложно, потому что вот этого общепринятого, да, оно разрушено многом оказалось, да. И мы сегодня вот для церкви, по мнению церкви, вот, правильно так, с точки зрения там атеистов, правильно так, с точки зрения людей, которые, так сказать, занимаются искусством, правильно так. Мы утратили, вот, к сожалению, вот в результате всех вот этих событий, тех, которые преследуют Россию на протяжении 100 лет, мы утратили многое общепринятое. Вот я бы хотел, чтобы вот просто до вас дошла такая мысль, что вот право, оно все-таки базируется на неком общепринятом фундаменте, да, так сказать, вот то, что его можно назвать фундаментом. Вот этот фундамент у нас, к сожалению, во многом оказался разрушен. И сегодня мы не имеем еще и эффективного права, потому что даже вот когда мы пишем такие формулировки в Уголовном кодексе, как бы устанавливается ответственность за нарушение чего-то общепринятого, а общепринятого сегодня, вот, к сожалению, идет дискуссия, что есть общепринятое сегодня. Потому что вот сегодня вы пройдете по этому книжному магазину, наверняка не найдете свод, так сказать, каких-то правил, значит, о нормах морали. Вот наверняка не найдете в этом магазине, да. Куча? Конечно. Ну, я, может быть, заблуждаюсь тогда, хотя вот, значит, из того, что я пытался, ходил, так сказать, я не увидел. Ну, может быть, я, так сказать, не увидел. Вот, но я просто хочу сказать, что сегодня вот многие такие вещи, те, которые, ну, в 90-е, когда вот у нас советская правовая система сложилась, все-таки были какие-то общепринятые вещи. Сейчас во многом это утрачено. И поэтому вот те проблемы, которые сегодня возникают, они во многом носят характер все-таки издержек этого времени. Вот. И вот это тоже, на мой взгляд, надо понимать. А все дружный вопрос, кстати, по второй части. Получается, вот некий такой дисбаланс есть на законодательном уровне, что правоверующие защищаются, правоверующих не защищаются. На самом деле неправда, неправда. Вот здесь я не соглашусь. Почему? Потому что я все-таки этот вопрос смотрел. Речь идет все-таки о том, что государство, ну, условно говоря, защищает по Конституции только права и свободы. Государство защищает их права и свободы. Но государство, условно говоря, может развести вот в этой ситуации верующих и неверующих. Только развести. И сказать, вот права свободы, вот права свободы. А взаимоотношения, это так, это так есть, а взаимоотношения между верующими и неверующими все равно будут находиться, устанавливаться при помощи других регуляторов, при помощи той культуры, которая будет появляться, формироваться и так дальше. Это вопрос ни одного времени, ни одного дня и ни одного года. А то, что касается защиты, я говорю, во многом, понимаете, вот у нас мы утратили и правовую школу, мы утратили не только вот эту школу, так сказать, ну будем говорить школу жизни, нравственные нормы там и так дальше. Мы, к сожалению, утратили правовую школу, потому что в 90-м году мы, условно говоря, отказались от советской правовой школы, с 90-го года мы формируем вроде как европейскую правовую школу, но на самом деле там уже европейского ничего во многом не остается. Ну если гражданское право, так сказать, там все-таки мы идем в этом направлении, если брать уголовное право, то очень сложно. И поймите одну простую вещь, вот для того, чтобы появилось правоприменение, для того, чтобы правильно применять вот эти нормы, недостаточно только того, чтобы еще в обществе вот пришли к пониманию, что такое общие ценности. А еще надо просто элементарно время для того, чтобы эту правовую школу понять, принять и так дальше. У нас вот проблема со 148-й статьей не потому, что она плохая, эта статья, я вас уверяю. Ну оскорбление, вот состав оскорбления, ведь никто не протестует там против того, что в уголовном кодексе был состав преступления, оскорбление. Зачем отдельно затенять? То есть чем оскорбление верующего, и чем это оскорбление? Еще раз говорю. Вот понимаете, вот юрист, он поймет, что речь там на самом деле идет не просто об оскорблении. Можно верующего оскорбить, но речь идет о том, что вот для состава преступления 148-й, он как был, остался объектом посягательства, объектом защиты является права и свободы верующих. Если эти права не нарушены, то просто будет тогда обычное оскорбление. Я сейчас попробую объяснить, в чем разница между религиозным и нерелигиозным оскорблением. Представьте себе ситуацию, идет русский батюшка по Иерусалиму, встречу ему идет раввин в пейсах. Ну вы знаете, что по закону раввинов, если он видит крест, то ему нужно на него плюнуть. Нет, это просто образ иного. Постойте, я говорю, так сказать, ну, по крайней мере, я не знаю источник, но, по крайней мере, это происходит на практике частично, то есть он, в принципе, должен сделать это. Так он должен или вы так думаете? Они это не делают, конечно, так сказать, все подряд, но иногда это бывает, иногда это происходит. Вот, и в зависимости от того, куда попадает этот плевок, значит, реакция у батюшки будет разная. Если плевок попал в лицо батюшки, батюшка утрется и пойдет дальше. А если плевок попал в крест, то батюшка снимет рясу и, значит, докажет правоту, так сказать, христианскую точку зрения. Понимаете, вот в чем отличается личное оскорбление. Потому что здесь христиане его лично оскорбят, скажут, ты там глупый или там нехороший. Он оскорбится от того, что оскорбят Христа. Поэтому нужно выделять, понимаете, потому что это другой способ оскорбления. Если наше государство полномоченно защищать Христа, она защищает не Христа, она защищает право вашего иметь свои собственные ценности. Она защищает право иметь верующим свои собственные ценности. Понимаете? Вот. Вот поэтому такой есть такая... Можно... Роман, сейчас, пожалуйста, конечно. Если вы сформулируете, то то же самое. Я просто одну приведу положение из закона, значит, об общественных и религиозных объединениях. У нас есть федеральный закон, так сказать, о религиозных объединениях, так сказать. Вот я просто прошу обратить внимание на то, что в этом законе прямо написано, что нельзя, значит, я там дословно сейчас не помню, так сказать, но смысл идет о том, что нельзя заниматься антирелигиозной пропагандой вблизи мест богослужения. Пожалуйста, занимайтесь в других местах, выражайте свои взгляды, так сказать, идеи и так дальше. Роман, можно вопрос? Я долго молчал, тоже хотел. Спасибо. Вначале была фраза очень интересная у вас. Ну, просто, когда вы говорили, цитировали Гёта, у меня всегда возникал вопрос. У меня как бы в роду есть разные люди. От простых людей, которые были малообразованы до революции, до тех, которые записаны в истории нашей России. Они бы имели разный культурный уровень. Ну, а перемешало все. Я всегда задал себе вопрос. Вот когда вопрос возникал веры для меня. Вот вставать на какую сторону? Изучение, принятие христианства как такового, потому что у меня большая часть предков были глубокие христиане. И другая часть, которая относилась к христианству, ну, спокойно, ровно, не была фанатичными христианами, были просто светскими людьми. Вопрос был непростым. Я начал изучать историю христианства не так, как сейчас это принято, вот на этой дискуссии. К сожалению, она, с моей точки зрения, ну, не подготовлена до таких серьезных площадок, еще не готова. И первый был вопрос, которым я интересовался. Я закончил два университета, слава богу, да, для меня наука большое имеет значение, и искусство в том числе. И когда сказали, что вот фраза, у человека появляется чувство бога тогда, когда нет науки и искусства, у меня возникал вопрос. Вот те ученые и люди-художники, которые творили в этом направлении, они что, недоученые, недохудожники? Вы понимаете, среди нас нет даже равных многим из них. Ну, честно будем говорить, мы даже не готовы, ну, прикоснуться к культуре их мышления. Когда считаешь оригинальную работу этих людей, ты понимаешь, насколько примитивно дает университет. Новосибирский, Томский, Ленинградский, Советский, примитивно дает многие представления. Культуру, где нет обязательного изучения оригинальных материалов, где учебники переписаны людьми, которые зачастую не были создателями науки, и как ход их мыслей не представлен. И когда начинаешь понимать, что список вот тех людей, которые веровали в бога, и создавали ту науку, которой мы гордимся, кстати, он огромен, тогда получается, что любой атеист, который говорит, да я умный, потому что я отрицаю бога, я ученый, извините меня, зачастую... Исторически этого не было. Ну, понимаете, просто механизм такой. Поэтому, когда такая фраза вбрасывается, она довольно провокационная. Конечно. В этом было цель. Я-то сработало. Спровоцировать какое-то размышление. На самом деле, я непосредственно эту фразу Гёте понимаю не как отрицание культурой и искусством, и наукой бога. Скажем так, скептическое отношение к религии, как к институту, который включает в себя готовые ответы на те вопросы, которые задает искусство, наука, культура. И, ну, в общем, ответы на эти вопросы она ищет в пространстве неопределенном, в пространстве еще не догматизированном. В этом плане я, безусловно, для себя и в целом, как философ, разделяю, конечно, религиозные чувства, о которых говорил Александр. Чувство метафизическое, да, стремление к запредельному, к трансцендентному, к другому. И веру, как некий социально-исторический институт, который базируется на отчетливых и ясных понятных доктринах. Разница, конечно же, есть. И о чем вы говорите, что наука и искусство завязаны на чувстве бога, конечно, завязаны. И здесь я соглашусь с отцом Платоном, что именно из холастик, из религиозного мировоззрения возникает впоследствии и, в принципе, европейская научная школа в разных ее формациях. Спасибо. А, сейчас, одну секунду, еще были вопросы, пожалуйста. Я вот к юридической стороне хочу вернуться в этот документ, хотела задать. Не кажется ли вам, что вот это задвоение законодательства как раз удаляет нас от поиска этого общего? То есть, в принципе, никого нельзя оскорблять, но верующих отдельно. Значит, никто не имеет права применять насилие другим людям, но коллекторы почему-то отдельно. То есть, появление таких вот вещей, которые уже в законодательстве были заложены. Вот как раз вопрос, может быть, просто нужно применять законы, которые для всех? Да, дело в том, что с точки зрения теории права, вот это называется, так сказать, общие специальные составы, да, вот если вот ответить просто, так сказать, с точки зрения теории права. А с точки зрения того, что вот мы живем в такое время, когда, я бы вам другое сказал, у меня вообще сегодня вот то, как относится наше государство, наша дума к уголовному праву, к уголовному процессу. Я уже приводил эти примеры. Это, можно сказать, правовая вакханалия. Вот понимаете, потому что у нас абсолютно отсутствует правовая стабильность. Причем составы преступления, вот количество деяний по одной и той же статье увеличивается. Потом, за короткий промежуток это происходит, потом декриминализируют эти деяния. Ну, вспомните, уже клевета сколько раз уже, так сказать, было. То криминализировали, то декриминализировали. Значит, сейчас убрали хулиганство. Значит, было в советское время состав такой классический хулиганство, проявление явного неуважения к обществу, там, нарушение грубого общественного порядка. Сегодня мы дожили до ситуации, когда в самолете, помните, ситуация, значит, там хулиганит он, значит, а ему для того, чтобы натянуть на хулиганство, потому что хулиганство сейчас возможно только с применением оружия. Да, без оружия это уже мелкая хулиганство. Так вот ему уже говорили, что он применял оружие, используя сотовый телефон, да, понимаете? Это вот то, о чем вы задаете, здесь несколько аспектов, в том числе то, что сегодня у нас нет правовой, стабильной правовой системы. Идет шараханье. Причины этого многие, так сказать, здесь и лоббирование интересов, здесь и какие-то сиюминутные, так сказать, политические выгоды и так дальше. Мы живем в условиях крайне нестабильной правовой системы. Это беда наша, понимаете? Поэтому ответ на ваш вопрос вот и с этой стороны можно, и с другой стороны, так сказать. Спасибо. Можно? Спасибо. Сейчас, секундочку. Кирилл, пожалуйста. Я, во-первых, должен успокоить тех, кто переживает по поводу статьи уголовной ответственности за оскорбление нечувств верующих, в этой статье... Нет такой статьи. Вот вы понимаете, вы перевираетесь. Вот скажите, как она называется тогда, правильно? Нарушение прав и свобод. А теперь скажите, какое количество человек у нас осуждено по этой статье, уголовного кодекса? В Новосибирской области не слышно. В стране. В стране. В стране сейчас я знаю, что рассматривается одно дело в этой самой Ставрополе. В Ставрополе рассматривается, но в Миросибире рассматривается, еще не закончилось. Оно идет. На которой в интернете там поначал. Да, да. Я там... По уголовной статье ни одного... Ну, практически, да. Да не практически, а ни одного. Вот эти два, две знаменитые девочки... Кирилл, ваш тест. Они отсидели по совсем другой статье. Кто? Пусирай. Ну, пустьирай. Совсем другая статья, да? То есть, эта статья, кроме всего прочего, она еще и ничтожная. Она не ничтожная. Она не ничтожная, так сказать. Вопрос в полу. Ну, конечно. Нормальная такая религиозная пропаганда. А по поводу вот выступления, последнего выступления батюшки в конце... Это еще не последнее. Я... Последнего выступления перед перерывом... Крайнее. Да, нет, это было последнее перед перерывом. Ну, хорошо. Следует отметить, что, конечно, если бы услышал какой-нибудь преподобный Иосиф Володский, ваше заявление о том, что у православия какое-то такое любовное отношение к нам, он бы вам показал прям клюкой вот это вот любовное отношение. Ну, спасибо, что вы вот байкой про иудаизм эту мысль уже подчеркнули. А... Я говорю, у меня... К вам, молодой человек, я хочу обратиться. Нет никакой проблемы в конфликте религиозном между мужем и женой. Более того, никакой проблемы в фанатизме Задои нет, пока он не представляет собой какую-то организацию. Вот когда Задои в партию с Грузии, хотя бы малую... А вы хоть с ним лично знакомы? Это не важно. А это очень важно? Это не важно. Это не важно. Не важно. В данном случае для меня не важно. Ну, понятно. Для вас вообще человек не важен. Личность его тоже. По одному, пожалуйста. Вот как раз... Грюк, промажут. А в этом и речь как раз. Может быть. О том, что я говорил. Так вот, когда они организуются в некую группу, они могут представлять потенциальную угрозу. А когда эта группа большая, они будут... Для всех остальных, естественно. Да. Для всех остальных. То есть задача в этом смысле изменяемого гражданского общества по мере возможности не допускать усиления или сверхусиления тех или иных, неважно. Религиозные это группы. Идеологические эти группы. Культурные, как Пушкин, зеленая лампа. Ну, кстати, да. Вот и дяденьки из этого храма Александра Невского, пушкинистов, обозначили как секту религиозную. Чтоб его не было. Так вот, в этом смысле не так уж важно, какое у меня мышление. Религиозное, секулярное, сектанское и так далее и тому подобное. Важно, чтобы организации, исповедующие определенную идеологию, не становились, скажем так, господствующими или не получали избыточного влияния над другими. Пока православные католики у нас представлены по одному человеку, все у нас хорошо. Если бы у нас здесь были все православные один католик, запинали бы его, бедолагу, практически на втором выступлении. Тогда останется еще одна организация, обращая. А у меня нет. Он подтвердил тезис как раз о том, как устроен мир и как устроено христианство. Вы знаете, много раз у нас в гостях были католики. Прекрасные беседы. Были ребята молодые, у нас молодежные встречи, если мы их приглашали. Вместе чай пили, беседовали. Потом раздались лучшими друзьями. И так же и могут быть и иудеи, и евреи, и все кто угодно. Пример я привел не для того, чтобы подчеркнуть нетолерантность. Чтобы просто показать идею на этом примере. Только и всего. Не надо передергивать мысль, которую здесь мы говорим. Дело в том, что я бы хотел просто немножко отреагировать на фанатизм, проявление того, что у вас все это задует и прочее, который в курсе всякий предел. Я хочу сказать одну вещь. Вы не видите здесь немножко другого вообще измерения. То есть вы сводите все это вот таким-то, значит, ну что ли, там, недовольством, такое, значит, барское. Ах, нас обидели, мы тут, значит, должны выйти. Дело не в этом, на самом деле. Мы могли бы и не выходить. Вы тоже, на самом деле. Я тоже оттуда, конечно, естественно. Да, значит, мы могли бы и не выходить. Но мы, как наш выход, есть забота об обществе, а не о себе. Потому что те факты, на которые мы реагируем, они угроза не для церкви. Они угрозы, угроза для всего общества. Понимаете? Вот то, что общество не имеет нормативов. Это вы решите. Да постойте, постойте. Я объясню сейчас. Вот то, о чем говорил мой коллега. То, что общество, общество не имеет вот этих вот регулятивов, понимаете? Она не понимает, что хорошо, что плохо, в конце концов. Понимаете? И вот это... Бедные мраки. Как так не понимают? Нет. Я что, понимаете? Ну вы почему за всех остальных? Не из-за всех остальных. Мы не реагируем на все подряд. Вот это можно бы пропустить. Понимаете? Мы говорим о конкретных вещах. Когда речь идет о самых важных, центральных моментах. Когда покушаются на самое главное. Понимаете? Все остальное, это может в рамках, так сказать, свободных действий. Но когда идет, так сказать, демонстративное, так сказать, соединение порнографии с сакральным, в публичном пространстве. Это проверка нас. Понимаете? Они им говорят. Ну-ка вы, как вы там, живые еще или нет? Вы что-нибудь, так сказать, будете как-то реагировать? Мы уже на все молчим. Понимаете? Вы вообще, так сказать, оттуда, из-за бугра или откуда. Я не знаю, так сказать, кто это делает. Это специальная, целенаправленная была проверка нас. На то, мы живые мы еще, духовно или нет. А вдруг это проверка на те фильмы? Это не важно. А как вы спросите самому? И здесь была для нас сложная земля. Попробуй по одному, пожалуйста. И здесь для нас была сложная ситуация, неоднозначная. Молчать или сказать. Понимаете? И так будет плохо. И так будет плохо. И в этой ситуации, все-таки проанализировав, мы решили, что лучше сказать. Потому что, так сказать, резонанс обязательно должен быть. И есть, конечно, люди, которые обиделись, церковь лезет. Вот понятно, так сказать, да. Но зато есть тысячи людей, которые, так сказать, у нас храмы в два раза увеличилось число людей после этой акции. Спасибо. Вопрос можно? Народ понял, что это правильно. Нельзя, так сказать, давать. Говорите за это, народ. Поговорите за это, народ покушаться на следующее. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Мне тоже вопрос будет. Можно я вопрос задам? Ну, как вы относитесь к освещению ЗРК, да, против, ну, там, эти зенитно-арады? Да, прекрасно. Я сам вертолеты освещаю, так сказать, и самолеты. Спасибо. В Луковском, урагу, урагу, урагу. Так, в общем, в православии лучше всех, спасибо. Спасибо. А вот вы сказали бомбить ИГИЛ. Это они бомбят или мы бомбим? Потому что разговор был и о православии, и о западном. Значит, смотрите, по поводу войны и прочего. Нет, 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 вы сказали, и они решили бомбить ИГИЛ. Вы говорили, нет, прозвучал бомбить ИГИЛ. Я не говорил, они решили. Я говорю о толерантности. Нет, вот кто бомбить ИГИЛ решил? Да вот кто? Запад или Восток? Мы говорим о том, что в обществе все поделено на врагов и своих. Вот о чем я говорю. Вы говорили про западное, а вот это вы говорили про западное общество, что поделено. Или я неправильно поняла? Ничего не правильно. Я не так поняла. Моя мысль была очень простая. Я говорю об инаковости, что мир строится на принципе враг чужой. Своих защищает чужих, так сказать, с чужими борис. Это закон, по которому строится мир. Ну я вышла параллель запад-восток. Христианство в своей духовной, так сказать, основе. Я не говорю, что на практике, в истории не было проявлений и терпимости, или чего-то еще. Я говорю о духовном содержании, когда на уровне святости. Потому что христианство, оно разное по уровню. Есть начинающие, есть, вы говорите, догматика. А есть начинающие верующие, которые еще не знают. Спасибо, спасибо, Дед Платон. Пожалуйста, Михаил. Вопрос. Ваше личное отношение к рок-опере Иисус Христос Суперзвезда? Ну, нормальная. Нормальная. То есть, а в общем, церковь, вот, про вас... Рок-чувства никакого нет, по крайней мере. Хорошо. К рок-музыке однозначное отношение у церкви. Это тренировка опера. Ну, она позиционируется как рок-опера. Не Юрайкин. Это Юдатан Гизель, так сказать. Нет. Нет, там Ян Гилан, это Дед Платон. В общем, в принципе, сколько я со священниками не разговаривал... Хорошо, отношение к року, в принципе, вот, к изначальному и к дальнейшему, однозначное. Какое? Ну, негативное, сатанинская музыка. Ну, и я сколько раз слышал. Я вот... Я почему спросил... Рок-групп православных, вы че? Это сейчас. Вот, и в соответствии с этим, смотрите. Вы, церковь, в принципе, относясь негативно к рок-музыке, я говорю, вот, ну, основной ее, да? Вы бы сделали выбор, да? Ну, вы же сделали бы... Очень логично. Сам у меня спросили, я говорю, нет, вы говорите. Я спросил, я спросил ваше личное отношение к... Это не моя только личная. В основном, когда я знаю, батюшек, все нормально относятся. Хорошо. Недавнее освещение... Байкерских вот этих... Они все... Ну, мягко говоря, не... Ну, сами все сейчас противоречащие. Ну и что? Ну, правильно. Рок-культура, мы с ними взаимодействуем, мы их понимаем, мы их поддерживаем. Что? А концерт-то почему запрещаете? Какие? Мэнсон, бегемот. Я слушал, люди их... Да, понимаете. Совершенно верно. Вы понимаете? Совершенно верно. Есть понятие музыки. А есть понятие текста. Да. Да. Туда и руки за текстом. Пошли. Давайте по одному. По одному, пожалуйста, вопросы и по одному ответы. Одну секунду. У нас один из экспертов, Александр, хочет еще добавить... Я прям взволнован. Пожалуйста. Давайте посмотрим на эти плакаты. Да. То есть, они очень странные. Я понимаю. То есть, воины семецкие. Да. То есть, и другие мученики странные. Терпя скорби, они сохранились в сердце мир Христов. Что значит? Ну, они фанатики. Любовь к родам. То есть, они просто отдали свою жизнь непонятные за никакие ценности. Да. То есть, и скорее всего, я с вами согласен. Потому что, с точки зрения современного мира, их жизнь не имеет никакой ценности. Но в то же время, свидетели, свидетели из того мира концлагерей. Да. То есть, то что... Я извиняюсь в том, что было на первой конференции. То есть, они свидетельствуют. Да. То есть, тот свет, та дружба, те отношения, которые возникали внутри этих концлагерей, между служителями разных конфессий, между неверующими и так далее. Это было действительно преображение. То есть, преображение концлагеря, в котором находились эти люди. Мне абсолютно все равно, о чем думает сейчас православная и католическая церковь и весь, в общем, секулярный мир. О чем я хочу сказать? Есть только одна проблема, в которой современный человек может чувствовать себя адекватным. Это быть счастливым. Это так. И если он понимает свое счастье так, как он понимает, да, то есть, это его уродливая, или, может быть, счастливая ипостась его свободы. Так как она реализуется. Никакая церковь сейчас не православная, вообще никто не может сказать человеку. Кроме того, что он может быть счастлив, антропологически счастлив только в один момент, да, принадлежа тому, кому, тому, кто его создал. Это абсолютно так. Но на этом пути может быть драматический момент. И, скорее всего, и нам на Западе, и на Востоке, и здесь особенно, здесь будет ультралиберальный режим. Я предрекаю вам, здесь будет страшнее, чем на Западе. Здесь будет выжженная земля. В России? Да, в России и вообще на Восточной Европе. Здесь будет выжженная земля ультралиберальной идеологии. Я предрекаю. Осталось 3-4 года. Абсолютно. Потому что, ну, можно придумывать все, что угодно. Какие-то там, эти традиционные все эти вещи. Это все чушь, понимаете? Для современного человека это не имеет никакого значения. То, что произошло в мае 68-го, ни для кого не стало ценностью. Не в Восточной Европе, не на Западе. Я извиняюсь. Для двух-трех сумасшедших философов-богословов. Один из них, слава Богу, стал папой. Да? Слава Богу. На очень короткое время. Да, и один нобелевский луриат. Слава Богу. Слава Богу. Ну, никто до сих пор не дал оценку тем событиям, которые произошли в мае 68-го, да? Присутствие, только присутствие. Это был лозунг французских студентов. Давайте подумаем, что это значит, да? Смотря на эти лица. Терпя великие скорби, они сохранились в сердце мира Христова. Спасибо. Спасибо, Александр. Дамы и господа, время нашей дискуссии подходит к концу. Любезный Плиний Старший закрывается через 20 минут. Поэтому, собственно говоря, я увидел, что дискуссия только-только началась. Никакого завершения и никакого консенсуса не возникло. Мы будем продолжать. И в июне мы планировали сделать какую-то дискуссионную ту же площадку. Это однозначно будет продолжение сегодняшнего дня, продолжение разговора о соотношении веры и разума. И всех тех проблем, которые вызывает вот это соотношение. Роман, все-таки последний маленький кусочек. Потому что часто идет вопрос. Вопрос или тезис? Нет. Сейчас, секундочку. Вопрос ко всем. Потому что мы не часто не выходим за плоскость. Переходится, кто это решил. Людей, как и детей, папа решил. И вот человек говорит, почему папа так решил? Вопрос возникает такой. Как было найдено то или иное решение? Меня всегда интересует, как оно было найдено. Никто как решал. Я у Элера нашел работы, ну я не нашел, точнее. Нашел работы с публикацией с анализом великого математика, когда в поях работа были найдены ошибки у великого математика. Вопрос, кто решил или как решил? У нас спор всегда, кто это решил, но не как решил. И пока мы находимся в этой плоскости, бесконечная будет драка. Как найдено было решение? Мы посмотрим, сегодня ЗАГС собрание принимает некое решение от имени всего Новосибирска, например, перевод часов. Я говорю, вопрос опубликуйте, как вы нашли это решение? Просто опубликуйте. Мы сами посмотрим вашу логику. И прежде чем на чем толкиваемся? А мы это не покажем. Все. Все. И пока мы находимся вот в этой зоне, никак решаем. А кто решает, мы будем все бесконечно спорить. Спасибо, Борис. По-моему, очень классная для завершения реплика тезис, потому что, действительно, это вопрос не авторитета, кто авторитетнее. Это вопрос исследовательского подхода, как мы приходим к тому или иному ответу или к тому или иному вопросу. Собственно, вот и будем дальше продолжать ставить вопрос «как». Аминь. Спасибо, всего доброго.